Всем привет! С вами Оксана Брынских. Сегодня снова возвращаемся к планированию. Я решила сначала включить такой небольшой дисклеймер того, что у меня вообще в видео происходит. Первая часть видео это кусочек из студио-влога, который должен был выйти на прошлой неделе. Вернее, ну вот, недавнешнее воскресенье. Но у меня, в общем, так и не сложилось со студио-влогом, а кусочек видео вот этот остался. Поэтому я его включаю в это видео. Это там будет планирование месяца и вот этих страниц перед месяцем. А сегодня я снимаю планирование недели. И, в общем, все это будет в одном видео. Наверное, получится длинно, но надеюсь, что интересно. Начинаю его вот с такой вот папочки. Вообще, конечно, это папка для ежедневника. И изначально, раньше у меня это была папка без вот этих колец. Она была... Я ее сама шила для моего большого ежедневника. Просто его вот как бы в кармашек вот туда заправляла, закрывала. И в этом году, на самом деле, я взяла большой ежедневник к использованию. Вот он. Взяла его. Как бы... И вот все, что я сделала. Начала вот эти вот первые странички перед месяцем. Сам месяц. И пока больше ничего. Я вроде как что-то начала делать, но в то же время, знаете, почувствовала, что что-то как-то не зажигает он меня в этом году. Захотелось мне перейти вот на это. Не знаю, почему. Бывает и такое. Поэтому я, в общем, переделала эту папку на вариант с кольцами. И вставила, в общем, новенький с полужару, как говорится, ежедневничек. Пока что он абсолютно пустой. И мы начинаем именно с него. Так что давайте уже что-нибудь потворим. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну что вот на этой ноте остановимся на самом деле было сложно в новом ежедневнике что-либо делать если вы заметили переклеивала я всякого разного много раз туда-сюда но так обычно и бывает какая-то схема устаканится и потом я с ней уже буду стандартно так скажем жить потому что когда есть что то что нравится почему бы этим не пользоваться регулярно здесь я оставила вот эти пустые места для того чтобы записывать события дня пока что попробую с этим потому что мне вот как-то за 2021 год вот этого не хватало в том смысле что когда подводишь итоги года в общем толком посмотреть вспомнить некуда да когда вот такие события дня написано вернее как ежедневник все равно посмотришь и вспомнишь что-то важное да какие-то дела написаны но тем не менее когда вот такие приятные мелочи дня написаны это очень помогает вот предыдущей неделе у меня вот так вот они были пустые и вот он мой месяц в дальнейшем я возможно думаю сделать так покупки я перенесу вот на ту на тот разворот а здесь буду писать итоги недели да то есть как бы здесь вот какие-то краткие итоги дней до в каждом не а здесь самое важное за неделю возможно в дальнейшем я вот от этой секции откажусь я сейчас просто пока что в процессе того нужно ли мне ее возвращать или нет но посмотрим вот и вот в этой секции тоже как как говорится некоторые варианты что-то еще изменится что-то еще будет преобразованным потому что я уже сейчас понимаю что мне там что-то не нужно что-то хочется побольше в общем вот такой вот у меня получился вариант я даже кстати говоря подумываю в этом наборе осталось довольно таку приличное количество элементов и я подумала о том что его же этот же набор использовать и еще на одну неделю на следующую в общем как бы растягивать неделю вернее набор на две недели такой в общем пока что план ну что на данный момент я останавливаюсь вот именно на этом надеюсь что вам понравилось и вы поставите свой лайк подписывайтесь заглядывать в инфобокс пишите свои комментарии но увидимся всем скоро пока пока